Уважаемые коллеги, сейчас ситуация в глобальной экономике требует коллективных, да и в мире в целом, требует коллективных консенсусных решений, отражающих мнение подавляющего большинства международного сообщества, как развитых, так и развивающихся стран. В мире же происходят процессы кардинальной трансформации. Появляются и крепнут новые мощные центры глобального экономического развития. Значительная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты. Нарастает турбулентность на рынках, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия. И сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно. Хотел бы отметить также и то, что колоссальный срез, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. Эти действия оправдываются, в том числе борьбой с пандемией. И вливание триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции. Стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет. А именно действия крупных экономик мира. И как результат повышение ключевых процентных ставок. Из-за этого больше всего пострадали беднейшие страны, конечно. Негативный эффект продолжают оказывать неправомерные ограничения в сфере торговли. Ангажированная климатическая повестка некоторых стран в угоду укрепления собственной конкурентоспособности. Чтобы устранить конкурентов, получить преимущество, используются в том числе и недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Выпиющим примером этого является подрыв газового трубопроводной системы «Северный поток» на дну Балтийского моря. Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы. Субтитры создавал DimaTorzok